Братья и сестры, мы приветствуем всех вас. Рады сегодня видеть вас, быть вместе. Давайте мы вначале, вставше, прочитаем текст Писания. Вы знаете, мы с братьями под впечатление ретрита, который у нас был, на тему святости. И вы знаете, часто я читал, и думаю, многие из вас, следующий текст, это вся нам первая глава. Но заметьте в этом тексте именно то, к чему нас спас Бог. У Него есть конкретные причины для того, чтобы избирать нас и спасать нас. Обратите на это внимание, мы прочитаем с третьего стиха. Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его прощения грехов, кровью Его и прощения грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Слава Богу за это! 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 В этом послании свою заботу о верующих, как должно жить, как среди начальствующих, как в мире. И прочитаем глава 13 послания к римлянам. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. «Посему противящиеся власти противятся Божьей установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надо наповиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подать и платите, ибо они Божьи служители, всем самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все другие заключаются всем слове – люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света. К огнем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиями пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорами зависти. Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа. И попечения о плоти не превращайте в похоти. Помолимся. Господь, я благодарю Тебя за этот новый день в нашей жизни, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты привел нас в собрание святых. И еще раз даешь возможность, Господи, слышать Слово Твое, Господь, и поклониться Тебе. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твою заботу о нас, как о церкви. И то, что Ты даешь возможность, Господи, научаться и Слово Твое, Господь. Ты благословила и вот группу братьев на этой неделе быть вместе в изучении Слова Твое, Господь. Мы молимся об этом, чтобы Ты, Господи, все, что они слышат, взрастил, Господи, и помог в освящении нашей жизни, Господь. И мы благодарим Тебя за заботу о нас, Господи, за то, что Ты так чудно продумал о всех аспектах нашей жизни, Господь. И в Слове Своем Ты учишь, как должно нам жить среди этого общества, среди этого мира, Господь. Как нам поступать правильно. Мы благодарим Тебя, Господь, и просим, сделая способные сердца наши слышать слова Твои, Господь. Благослови брата-пастыря, который будет читать и Слово Твое, и говорить нам, Господь, чтобы эти слова прозвучали, как от Тебя, Господь. И чтобы, Господи, это помогало нам в нашей ежедневной жизни, Господь. Молимся и поклоняемся Тебе. Аминь. Материальное служение. Материальное служение. Материальное служение. Материальное служение. Материное служение. у воды я от жажды погибну если нет иисуса со мной что мне чаша владык венцина сны что мне пробу от славы земной не найду себе место под солнцем если нет иисуса со мной без него остановится время без него я ничто про земной мне и жизнь непосильное время если нет иисуса со мной без него мир похож на пустыню без него сердце высушит снов у воды я от жажды погибну если нет если нет иисуса со мной без него без него без него сердце высушит снов у воды я от жажды погибну если нет иисуса со мной я от жажды погибну если нет иисуса со мной без него я от жажды погибну если нет иисуса со мной без него я от жажды погибну если нет иисуса со мной без него мир похож на пустыню без него даже не но если нет иисуса со мной только с ним я пройду все пустыню только с ним мне не страшен и снова и от жажды уже не погиб но ведь иисус всегда рядом со мной ведь иисус всегда рядом со мной иисус сказал в ответе всякий пьющий воду сию вас жаждет опять а кто будет пить воду которую я дам ему тот не будет жаждать вовек но вода которую я дам ему сделается в нем источником воды текущей жизнь вечную приветствую вас братья и сестры знаете я слушал сестер и в сердце моем молитва господи я так благодарен тебе за то твое обетование которое ты оставил я с вами во все дни до скончания века слава богу немножко о жизни нашей церкви во вторник у нас будет необычное служение у нас будет брат гость брат Игорь Гердов из Самары он будет проповедовать о практическом значении авторитета писания в нашей каждодневной жизни приглашаем всех кто только сможет придите пожалуйста вместе порадуемся пообщаемся послушаем это слово сегодня вечером как обычно у нас занятие для крещаемых в 6 часов в субботу 23 ноября наше следующее праздничное служение тоже будет необычное семейное наше общение оно будет посвящено благодарности богу к дню благодарения и там будут участия каждой домашней группы приглашайте друзей чтобы они порадовались вместе с нами поблагодарили господа за чудное его благословение которыми он так наполняет нашу жизнь для хористов здесь написано внимание скоро приближается время спевок для подготовки к рождеству давайте друзья тоже кто только может петь по усердствуем в этом чтобы мы могли в этот день прославить господа все вместе давайте все вместе сейчас встанем и споем общим пением о молитва и дети маленькие уходят на занятие в воскресной школы о молитва о молитва жизни жизни богом ты да да и да и и и и и темной ночью я не спал на коленях все стоял и душою с Богом говори Ты услышь меня, мой Бог среди жизненных тревог Помоги, я выпью за истинь За окном пушует ветер Крешит цветом ветер И такой же мурей в сердце В этот вечер я дави Но в величии слаба Со слезами ночи Я в скорбях Иисуса умолял О, мой Бог, Ты знаешь все На душе так тяжело Я из лучше и почти упал Боже мой, я в жизни легкой И беспечно не хочу Страдания и скорби На пути своем найду Об одном прошу лишь я Чтоб я чувствовал всегда Как Твоя всесильная рука На плечах лежит на их И среди жительских битв Помогает ласково меня О, молитва О, молитва О, молитва Благодарностью горю О, молитва О, молитва О, молитва О, молитва Oh, молитва О, молитвы О, молитва Приветствую всех, дорогие друзья, братья и сестры, пожалуйста, можете присаживаться. На этих выходных мы с братьями разговаривали, когда мы пели различные песни, о том, что есть разные категории вообще песен, которые авторы записали, даже в псалмах есть разные категории. Есть песни, которые восхваляют Бога за то, кто Он есть, есть песни, которые восхваляют Его за то, что Он сделал, есть песни, которые восхваляют или воспевают Евангелие, которое Он принес на эту землю, есть песни, которые говорят о личном взаимоотношении человека с Богом. И вот песня, которую мы сейчас с вами пропели, это, вы знаете, песня, которую не каждый ее поймет, не каждый это пережил в своей жизни. Это песня, которая родилась в сердце автора, который реально пережил вкус и сладость молитвы, момент, когда он в молитве получал и радость, и мир, и покой, и поддержку. Поэтому, друзья, моя молитва, чтобы каждый из нас мог пережить вот это состояние, о котором мы пропели сейчас, чтобы когда мы будем петь эти песни, чтобы оно, естественно, изливалось из нашего сердца. Это очень драгоценно, наше личное отношение с Богом. Господь нам подарил еще одну неделю, и мы с вами опять вместе, и я рад, что мы можем сегодня возвращаться к Божьему Слову. Мы продолжаем изучать первое послание Петра, и мы сегодня во второй главе, пожалуйста, откройте со мной вторую главу. Мы сегодня посмотрим с вами еще на один очень крайне важный отрывок Писания, который говорит, или точнее, он применяет более точно то, о чем мы уже говорили с вами в прошлый раз. Если вы помните, не в прошлое воскресенье, а в воскресенье до этого, в последней проповеди по первому посланию Петра, мы с вами смотрели на влияние христианина на общество. И мы с вами говорили о том, что это не только возможно, но это необходимо для каждого человека, чтобы он проводил добродетельную, или, как мы еще переводили это слово, красивую, или достославную жизнь на этой земле, для того, чтобы люди, видя жизнь христиан, они потом могли прославить Бога в день, когда Он призовет их к себе, чтобы они могли менять свое вообще отношение к христианству, к Богу, к Библии. И апостол Петр нам показывает здесь, что огромнейшую роль вот в этом процессе именно играет жизнь христианина, и как он ее проводит здесь, на этой земле. И теперь с 13 стиха Петр приводит здесь более конкретные примеры сфер жизни на этой земле, в которых он может проводить вот эту добродетельную жизнь. Мы сделаем очень небольшой обзор. Если вы посмотрите с 13 по 17 стих, он говорит о том, как может христианин проводить добродетельную жизнь в его отношении к государственным властям. Мы сегодня именно посмотрим на эти стихи. Далее с 18 по 25 стих, он говорит об отношении рабов к своим господам. На то время неотъемлемая часть социальной жизни это было рабовладельчество. Мы не говорим, если это правильно или неправильно, это просто то, что было. И Библия не пытается изменить просто социальную жизнь, она просто пытается адресовать то, что уже существовало на то время. И вот он говорит, что даже христиане, которые были рабами на то время, они могли бы проводить добродетельную жизнь, имея правильное вообще отношение к господам, даже к тем, которые несправедливо относились к ним, даже которые они заставляли их страдать несправедливо. Далее в 3 главе с 1 по 8 стих Петр говорит здесь о том, как проводить добродетельную жизнь в семье. Это правильное отношение мужа к жене и жены к мужу. Мы с вами посмотрим на все эти отрывки в отдельных проповедях, но мы должны просто увидеть здесь большую картину в том, что сейчас мы будем несколько проповедей говорить вот именно об этом аспекте. О том, как христианин в сфере за сферой, подчиняя сферу за сферой своей жизни Иисусу Христу, как он способен влиять на окружающий мир, на окружающих людей. Когда мы с вами проходили послание Колоссянам, если вы помните, друзья, мы говорили о том, что быть гражданином неба, что помышлять о горнем совершенно не означает, что человек перестает теперь жить на этой земле. Были разные подходы вообще к святости в истории. Мы знаем, что было время, когда люди уходили в монастырь, когда они становились монахами, когда они вообще изолировали себя от этой жизни. И они считали это наивысшим уровнем святости. Но это абсолютно противоположно тому, что говорит Писание. Писание говорит, нам не нужно выходить из этого мира, нам нужно продолжать здесь жить. И Писание нас учит, что человек, который сердцем находится на небесах, который живет Христом, он продолжает жить на этой земле. И его задача заключается в том, чтобы дать вот этой жизни Христом, теперь пропитать каждую сферу его бытия, каждую сферу его занятий на этой земле. Итак, давайте с вами прочитаем эти стихи с 13 по 17 стихи. Вторая глава первого послания Петра с 13 по 17. Петр говорит, итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Как вы видите, я назвал эту проповедь библейское отношение к государственной власти. Знаете, это очень большое благословение, когда мы можем проповедовать Библию стих за стихом. Вот кто знает, была бы у нас вообще когда-то бы проповедь на эту тему, если бы мы не проповедовали стих за стихом Библию. Потому что не так часто приходится нам слышать о том, как вообще христианин должен жить на этой земле, не просто как член церкви, не просто как родитель детей, не просто как муж или жена. Для этого есть очень много текста в Писании, но именно как гражданин страны, в которой мы с вами живем. Что Бог сегодня ожидает от меня, от христианина, как гражданина, который живет на этой земле, и он вращается вокруг людей, и он принадлежит определенному государству. Нужно ли христианам голосовать? Есть очень много вопросов, которые возникают очень часто в сердце христианина. Нужно ли ему вообще быть вовлеченным в политику? Какие-то политические вопросы. Если да, то до какой степени? Как нам относиться к законам, которые власти принимают? Что делать, когда власти забирают у меня свободу? Когда они ограничивают какие-то мои права? Как мне нужно на это сегодня реагировать? Что делать, когда избираются президенты, и мы видим, что из кандидатов нет такого уж сильно благочестивого человека? Нету человека, который подходил бы под квалификации пастора, который мы находим в Священном Писании. Означает ли это, что мне теперь сегодня не нужно голосовать или не за кого голосовать? Есть много, знаете, различных вопросов, которые часто возникают в разуме христианина. И я верю, что текст перед нами, друзья, он поможет колоссально просветить вот эту вот сферу для того, чтобы нам также правильно к этому относиться. Как я уже раньше упоминал, в разуме Петра быть странником и пришельцем совершенно не означает, что христианин игнорирует свои элементарные обязанности на этой земле. Возможно, для кого-то было бы очень логично предположить, что если мой дом на небе, как мы поем за облаками, и если мой царь, он не от мира сего, значит, я здесь, в принципе, сам по себе, я никому не подотчетен, я не подвластен никакой государственной структуре. Это все мирские идеи, это все мирские выдумки. Особенно, вы знаете, учитывая тот факт, что Петр писал это послание, это очень важно понимать. Он писал это послание, друзья, когда у власти находился один из самых нечестивых императоров вообще в истории человечества. Это был император Нейрон. Если вы изучите историю, это был реально сумасшедший человек. Это был человек, который получал удовольствие тогда, когда он видел, что людей сжигали на кострах. Он получал удовольствие от всякого разного извращения. И мы понимаем, какого уровня вообще было развращено общество тогда, когда у власти находится такой человек, который не то что не контролирует зло, а который, наоборот, легализует зло и поощряет это зло среди людей. Как вообще можно считаться с таким правителем? Если, друзья, у кого-то было основание вообще не считаться с правителем, так это у христиан первого века. И поэтому я думаю, что мы иногда недооцениваем вообще, что эти слова значили для христиан первого века, которые жили при императоре Нейроне. Петр, ты шутишь? Как можно чтить? Он говорит, царя чтите. Нейрона чтить? Вот этого извращенца, который мучает наши семьи, который сжигает христиан на кострах? Друзья, это превосходит всякий разум. Это было просто немыслимо для людей, когда они читали эти слова. Но Петр говорит здесь что-то очень колоссально важное. Он говорит, у христианина есть двойное гражданство. У него есть гражданство на небе, но у него есть и гражданство на этой земле. И для кого-то это может показаться невозможным, потому что кажется, как я могу быть гражданином двух государств, у которых абсолютно противоположные интересы. Мы понимаем, что небо, оно воюет с землей. Это абсолютно разные цели, абсолютно разные интересы. Это, знаете, то же самое, что, представьте себе, во время Второй мировой войны у меня есть гражданство Германии и у меня есть гражданство России. Это, кажется, абсолютно невозможно. Но Петр здесь делает что-то очень интересное. Он говорит, что да, мы граждане неба, но мы в то же самое граждане земли. И вот здесь он нам показывает точку соприкосновения. Где эти два гражданства, они все-таки пересекаются? Где они вместе исполняют общее дело? Итак, мы сегодня посмотрим с вами на несколько деталей, связанных с этим вопросом. Самое первое, на что я хочу с вами посмотреть, это вообще, какова роль государства? Божье предназначение для государственной власти. Для чего Бог поставил государственную власть? Примерно через год в нашей стране будут выборы президента. И очень часто, как обычно, это время выборов, это время, когда христиане переживают, и они не знают, что будет в будущем, за кого голосовать, нужно ли голосовать. Очень часто они смотрят, опять же, как я говорил, на кандидатов, и они говорят, ну, за кого здесь голосовать. В принципе, и тот не совсем христианин, и тот не христианин. Вот, там какой-то дядька, вроде бы он неплохо выглядит, ну, вроде как умно говорит, но вот поведение у него не совсем христианское. Где-то он гневается, где-то он обманывает, где-то он говорит там необразованно, некрасиво, где-то он гневается, где-то он как-то по-детски себя ведет. Вот, и ты думаешь, слушай, ну, разве это президент? Вот, он же не подходит под духовные квалификации. Так вот, друзья, очень часто христиане забывают, что при выборе президента они выбирают не пастыря церкви. И если вы женщина, вы выбираете себе не мужа, с которым вам всю остальную жизнь нужно будет жить. Выбираете себе не спутника жизни. Выбираете себе не главу семьи, с которым придется всю остальную жизнь жить. Мы выбираем, друзья, президента страны, и поэтому для нас нужно очень ясно понимать, какова его вообще функция президента, какова функция государства, и нам нужно голосовать за того человека, который максимально будет выполнять или сможет выполнять функцию главы государства. Для этого нам нужно понять вот этот вопрос. С Божьей точки зрения, для чего вообще существует government? Для чего существует государственная власть? Апостол Петр довольно-таки ясно нам говорит, для чего Бог поставил властей. Первое послание Петра, 2 глава, 14 стих, посмотрите. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым». И здесь написана цель. «Для наказания преступникам и для поощрения делающих добро». Вот это главная цель государства, которое Бог поставил, или вообще института государственной власти. Римлянам мы уже читали сегодня эти слова, я буду ссылаться на эту главу параллельно. Римлянам 13 глава, 1-4 стиха, написаны такие слова. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти – делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, то бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании, делающему злое». Вот в этих стихах, в 1-м послании Петра, во 2-й главе и в Римлянам 13-й главе, мы находим с вами как минимум две истины очень важные, которые говорят о назначении государственной власти. Во-первых, Павел ясно говорит, что правители – это посылаемые от Бога люди. Особенно в Римлянам 13-й главе он очень часто повторяет эту фразу – это Божий слуга, это Божий служитель, это Богом поставленный человек. Второе, что мы видим здесь, это то, что как Петр, так и Павел говорит, что Бог посылает властей, чтобы посредством их ограничивать зло. И Петр здесь пишет, во-первых, о царях. На то время у них не была такая система правления, как у нас сейчас. У них был император, еще называли царем его. И он говорит, что есть царь, есть правители, которые от него посылаемые или поставляемые. То есть есть царь где-то в Риме, и есть потом губернаторы, есть отдельные правители всякие по разным местам, которые поставляются, опять же, царем или императором. Пилат, Понтий и Пилат – это очень хороший пример такого правителя, который был поставлен над определенной территорией. Так вот, посмотрите, что он говорит ясно, что он ставит этих правителей для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Дорогие друзья, с времен грехопадения мы с вами читаем в Бытие, что зло в этот мир вошло очень сильными масштабами, очень большими количествами. И уже в шестой главе Бытия мы читаем, что было состояние людей, когда у них было в помышлениях зло во всякое время. Но вы знаете, вместе с тем у Бога был замечательный план искупления, который он еще имел до грехопадения. И для того, чтобы этот план осуществился, Бог позаботился о том, чтобы человечество просто не истребило себя. И для этого, друзья, Бог ставит властей, для того, чтобы они контролировали зло. Я думаю, что я никого не удивлю, что если бы мы убрали сегодня все власти, мы понимаем, что сегодня несовершенные власти, где-то больше добра, где-то больше зла, где-то больше коррупции. Но представьте себе, если бы на секунду мы просто бы забрали всякую власть на всей этой земле. И семь миллиардов людей начали бы делать все то, что они хотят. Все то, что правильно и справедливо в их глазах. Я вам гарантирую, что человечество бы вымерло. Оно бы истребило само себя за считанные, может быть, недели, если не дни. Потому что в сердце человека, друзья, есть огромнейшее зло. В сердце каждого человека, если мы верим в учение, то, что Библия говорит о человеке. Вы знаете, даже неверующие люди это понимают. Вот почему у вас в домах есть замки. Вот почему у вас есть ключи от машины. Вот почему в каждом городе поставлена полиция. И не только полиция, а есть еще полиция, которая контролирует полицию. А на теме есть еще служба, которая контролирует этих. И там мы порою делаем чистку во всех этих структурных предприятиях. Друзья, почему это так происходит? Потому что люди понимают, что у человека есть зло в сердце. И его нужно контролировать. Вместе с тем, когда мы смотрим более обширно, и мы понимаем, что почему вообще Бог сегодня еще держит эту планету, чтобы она крутилась, чтобы она существовала. По одной причине, друзья, Бог еще не закончил строить свою церковь. У Бога есть только одна цель. Бог создал все это для того, чтобы искупить людей, чтобы построить свою церковь. И для этой причины, для этой цели Бог постановляет властей, чтобы они хоть каким-то образом придерживали вот это вот зло. Иначе люди просто истребят сами себя. Все сегодня люди понимают, что любая власть, она связана с ограничением. Например, самая элементарная власть, мы вот возьмем родителей, да? В чем задача, самая элементарная задача каждого родителя? Для того, чтобы ограничивать желание своего ребенка. Обычно, когда мы смотрим на ребенка, и мы говорим, этот воспитанный, этот невоспитанный, что мы имеем в виду? Мы говорим, что этот способен контролировать свои желания, а этот не способен. И вот этому маленькому человечку, возьмите сегодня двух- или трехлетнего ребенка и просто оставьте его гулять и оставьте его делать все, что ему нравится, и вы увидите, что этот человек, он долго не проживет. Он где-то поцарапается, где-то он упадет, где-то он боль себе причинит, где-то он съест слишком много того, что не нужно есть. И вот для этой цели Бог посылает родителей, которые говорят, сюда иди, а сюда нельзя идти. Вот это ешь, а вот это не дам. Вот тогда-то иди спать. Иди в школу. Это смотри, а это не смотри. Здесь уже хватит смотреть. Это нельзя слушать. То есть в этом самая задача власти, друзья, для того, чтобы они ограничивали желание человека. Это то, что нужно, друзья, помнить сегодня всякому христианину, который принимает участие в таких вопросах, как выбор президента. Я просто, я здесь не даю сейчас проповедь о выборах. Я просто говорю как пример того, что когда мы выбираем вообще власть, когда мы выбираем президента, мы не выбираем пастора церкви, друзья. И квалификации служителя туда не подходят. Мы смотрим вообще на общую власть и на цели. Мы говорим, что окей, президент и вообще государственная власть поставлю на Богом, чтобы контролировать зло. Теперь, если этот человек будет его не контролировать, а легализировать, мы за такого человека не можем проголосовать. Если он просто будет реально пропагандировать зло. Но этот человек в более-менее степени, у него есть какой-то здравый разум, у него есть какие-то человеческие ценности. Вот он из всех кандидатов будет более всего контролировать человеческое зло в сердце. И вот из чего мы исходим. Мы не смотрим, верующий он или не верующий, молится он или не молится. Естественно, это хорошо, когда президент верующий. Здесь ничего, это экстра. Вы знаете, нет ничего худшего, чем у власти, когда становится человек, который не ограничивает зло. Мы всех знаем таких правителей, как Сталин, как Гитлер, как другие правители, которые делали противоположное. Они были у власти, и они, наоборот, пропагандировали зло. И мы видим, как человечество на то время просто истребляло само себя. Погибло миллионы людей. Буквально за короткое время. И все это потому, что люди пошли против Божьего дизайна. Люди у власти, они занимались не тем, что Бог им сказал делать. Они делали абсолютно противоположное. Нам нужно помнить, друзья, вместе с тем, что Писание насучит, что государственная власть не решает проблему греха. Она не решает проблему зла. Для этой проблемы, для решения зла, Бог послал в этот мир другое решение. Он послал своего сына, который умрет, который возьмет на себя вину человека. И только тогда, когда человек принимает Христа и возрождается его сердце, вот только так может быть решена проблема зла. Но вместе с тем, мы с вами сегодня живем, или остаемся жить, где миллиарды людей с невозрожденным сердцем. И поэтому для того, чтобы хоть как-то удержать зло, нам нужны власти. Это самая базовая причина, для чего вообще существует власть. И, друзья, когда мы с вами говорим об отношении христианина к власти, наше отношение будет истекать вот из понимания этой главной цели. Вот почему Петр пишет церкви и говорит, повинуйтесь властям. «Повинуйтесь, потому что христиане должны взаимодействовать с Богом в этом вопросе». И это приводит нас ко второму пункту. Посмотрите, отношения христианина к государственной власти. 13 и 17 стих Петр говорит, «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как в верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». И посмотрите, 17 стих, «Всех почитайте». Он говорит, есть разные категории людей. И вот он говорит, что есть все, вот всех нужно почитать. Есть братство во Христе, которое братья и сестры. Понимаем, да, что здесь речь не идет о каком-то конкретном братстве. Здесь имеется в виду братство по всему лицу земли. Вот церковь вся взятая, братья и сестры. Вот церковь нужно любить. Бога нужно бояться. А вот к царю нужно иметь правильное отношение. Царя чтите. Вообще идея покорности особо важна для апостола Петра. Я просто вот здесь несколько текстов прослежу, как Петр очень много в своем послании говорит о послушании, о покорности. Во втором стихе он говорит, что мы избраны были к послушанию. В 14 стихе, в первой главе он говорит, как послушные дети. Во вторая глава, 18 стих, слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам. Третья глава, 1 стих, также и вы, жены, повинуйтесь мужьям. Пятая глава, 5 стих, также и младшие, или здесь речь идет о членах церкви, повинуйтесь пастырям. Я, когда эти слова читал, я подумал, почему Петр, как вот в никаком другом послании, Петр здесь очень сильно озабочен вот именно этой идеей покорности, именно идеей повиновения. Он пишет послание, в котором он учит, его главная цель – научить людей жить, как странники и пришельцы, друзья. И мы видим, что самый главный фактор, который преобладает в менталитете странника и пришельца – это именно покорность. Это способность подчиниться Богом поставленной власти. И на это есть очень хорошая причина, друзья. Потому что, как мы уже говорили, что если человек, он живет менталитетом этого мира, он никогда не сможет влиять. А самое главное, что сегодня характеризирует этот мир – это, наоборот, дух бунтарства и дух непокорности. Апостол Павел в послании Титу нам несколько раз повторяет, посмотрите, как он характеризует здесь неверующих людей. Он их называет именно непокорными. Первая глава Титу, 10 стих. «Ибо есть много и непокорных пустословов, обманщиков». 16 стих. «Они говорят, что знают Бога, делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны никакому доброму делу». Третья глава, 3 стих. «Ибо мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудши». Вообще слово «покорность», мы как-то уже изучали это слово, упостасо, греческое слово, когда мы говорили о покорности жены мужу, если вы помните. Я говорил, что это очень особое слово, это не просто повиновение, это не просто послушание. Вот я могу что-то сказать своему ребенку, и он может меня послушаться, но он может не покориться, он может не повиноваться мне. Потому что греческое слово «упостасо», оно имеет намного глубже смысл. Это означает поставить, сознательно поставить себя под чей-то авторитет. Это признать авторитет другого человека. Это больше, чем просто выполнение закона, друзья. Закон можно исполнять по-разному. Мы чуть-чуть позже поговорим о правильной мотивации, повиновении властям. Но некоторые исполняют закон просто из-за страха наказания. И апостол Павел это ясно говорит, что это неправильно. Это не библейский мотиватор для послушания. Некоторые только повинуются, когда это им выгодно, когда они согласны. Но подумайте, друзья, если я с чем-то согласен, что мне повиноваться, я бы это и так бы и сделал. Например, если вы согласны, что должен спидлимит быть 25 на какой-то улице, и вы едете 25, и вы feel good, вы себя чувствуете очень спокойно, что вы повинуетесь властям. На самом деле, если бы этого знака не было, вы бы тоже ехали 25. И поэтому, если вы просто с этим согласны, и вы думаете, вот молодцы, власти поставили здесь 25, я бы то же самое сделал, это не совсем повиновение. Но вот когда там стоит 55, а забери этот знак, вы бы там целые стоп ехали. Но вы себя сжимаете, вы говорите, так, власти, говорят, 55, Богом поставленные власти, я с радостью повинуюсь, я признаю эту власть. Вот это повиновение, друзья. Тогда, когда, может быть, я где-то внутри не согласен, где-то я как-то по-другому чувствую себя, да, но я ставлю себя под авторитет, я ограничиваю себя, слушаясь тому, что говорят Богом поставленные власти. Дорогие друзья, как я уже говорил, здесь есть очень много разных категорий закона. Мы очень часто думаем о законе только как об убийстве, о воровстве и так далее. Вы знаете, есть много законов, которые мы очень часто, мы думаем, они не так важны. Я уже говорил, на дорогах есть спид-лимиты, да, на дорогах есть стоп-знаки, на которых нужно останавливаться. Там висят светофоры, которые тоже что-то значат. На парковках есть определенные показатели, которые говорят, что власти установили, что здесь могут парковаться только определенные люди. Или здесь, например, ноу-паркинг, а там можно парковаться. Есть разные законы, друзья, которые верующие почему-то очень часто они просто перепрыгивают и говорят, что это не так важно. Есть в бизнесе законы, есть налоги, которые нам нужно платить. И есть некоторые христиане, которые просто говорят, что я не согласен, как правительство, они тратят деньги, и поэтому я не буду платить налогов. В то время, как они гуляют по паркам, которые построены за деньги налогоплательщиков. Они ездят по дорогам, которые строятся за эти же деньги. Дорогие друзья, вот такое поведение – это не добродетельная жизнь. Вот поймите, что говорит здесь апостол Петр, и услышите его вообще настрой, его здесь главную мысль. Что он называет здесь добродетельной жизнью? Это не дух бунта, это не дух восстания, это не дух, когда человек просто хочет, чтобы по его было. Вот я не согласен, и все, я отвергаю власть. Мы можем, друзья, не придавать много значимости таким вещам, как превышению скорости, но помните, что в глазах Бога – это нарушение власти, которое установил Бог. И наша задача с радостью – подчинить себя этим законам, потому что у нас должна быть определенная репутация. Особенно, если у вас есть бампер-стикер, где написано, что верующий человек. Подумайте, друзья, если пролетает, я недавно видел там у человека на все заднее стекло, такой стих из Библии, там «покаетесь», знаете, призывание к покаянию, он пронесся, наверное, миль 090 по фривею. Это нехорошая репутация, это неправильно, друзья. Посмотрите, вот 15 стих, он говорит, «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». То есть наша способность влиять на общество, друзья, напрямую зависит от нашей покорности властям. Говоря об этом, естественно, нам нужно понимать и другую сторону этого вопроса. Возникает вопрос, ну а как же быть тогда, когда власти принимают какие-то небиблейские решения? Как же быть тогда с законами, которые являются явно грехом? Должны ли мы подчиняться властям в таких вещах? И я думаю, что ответ на этот вопрос, друзья, он очевиден для всех. Конечно же, мы не обязаны подчиняться властям тогда, когда они толкают нас на грех. Нигде в Писании мы не находим, что власти не выше Бога. Власти, любые, которые они были бы не установлены, родители, начальники на работе, муж в семье, государственные власти, любой уровень власти, который вы возьмете, они проводники Божьей власти. Они проводники Божьего закона. И тогда, когда эти власти ставят себя выше Бога, естественно, здесь мы говорим, должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Я немножко позже посмотрю на один из примеров библейских, как правильно мне повиноваться власти. Но перед тем, как мы об этом поговорим, я хочу просто предотвратить нас от одной опасности, которую сегодня я наблюдаю, и, может быть, мы с вами наблюдаем. В эту опасность впадает сегодня множество христиан. Это то, как правильно не соглашаться с властью. Что делать тогда, когда власть конкретно противоречит Библии? Друзья, во-первых, нам нужно всегда помнить о том, что Бог нас оставил на этой земле не для того, чтобы мы здесь сделали рай и навели полный порядок. Не для этого. Не для того, чтобы мы вообще здесь нормализовали и сделали идеальной социальную жизнь. Не для этого Бог оставил христиан на этой земле. Мы должны помнить, что поставленные Богом власти, это будут всегда несовершенные власти. Друзья, будет только один период во Вселенной, когда будет совершенная власть, и это тогда, когда Иисус Христос придет на эту землю, и Он установит свое царство. Вот тогда будет совершенная власть. Все остальные власти, которые мы сегодня имеем, это несовершенная власть, и она не может быть совершенной по одной простой причине. Все люди сделаны из одного материала. Все люди сделаны из греха. Это часть нас. И особенно, если этот человек не христианин, он не может принимать библейские решения. Возможно, вы встречались, когда встает президент на власть и разгоняет Думу или увольняет в милицию. Я слышал, были такие случаи раньше в Украине. Может быть, даже недавно, если я не ошибаюсь, такой случай был. Я не говорю, что это плохо или неправильно. Я просто говорю о том, что задаешься вопросом, а кого он поставит на эти должности? Где он найдет людей, которые будут совершенны? То есть мы можем распустить милицию, которая коррумпированная, но на их место взойдут точно такие же люди. Может быть, они будут не так коррумпированы. Может быть, я не знаю, если это работает. Но в общем, друзья, мы должны понимать, что нельзя ожидать, что сейчас придет новый президент, и там он наладит все эти вопросы. Это просто невозможно, друзья. Никогда власть не сможет быть совершенной. И мы никогда не должны свою веру или свою надежду полагать на государственную власть. Были люди, которые в 2008 году, они смотрели на Обаму и говорили, вся наша надежда на Обаму. Христиане, братья и сестры, надежда наша не на Обаму, и не на Трампа, и не на какого-то другого президента. Наша надежда, она на Христа. И неважно, кто будет президент, мы должны помнить, что Христос является царем этой земли. И у Христа все под контролем. Почему я об этом говорю? Потому что христианам нужно уметь реагировать на несовершенное государство. Некоторые христиане, видя несовершенное государство, они вообще отвергают его, они ссылаются на то, что там нечестивцы, у меня есть только один господин, вот мой царь, он не от мира сего. Некоторые берут более агрессивную позицию или агрессивную форму противостояния, они начинают устраивать протесты, начинают устраивать восстания, войны, революции и так далее. Братья и сестры, вот проблема всех этих людей в том, что они утратили или они потеряли, забыли свою миссию на этой земле. По простой причине, потому что эти люди задают себе цель в жизни поставить лучших политиков, лучших президентов, для того, чтобы улучшить жизнь на этой земле. В то время как у Бога, друзья, никогда не было намерения создать рай на этой земле. Опять же, мы сейчас не говорим, что верующие не могут вообще никак быть вовлечены в политические действия. Я просто говорю о том, что у нас абсолютно другая миссия, друзья. У нас миссия заключается в том, чтобы проповедовать Евангелие, для того, чтобы людей спасать, для того, чтобы Божье царство устанавливать на этой земле. И мы живем в мире, в котором мы живем, и мы признаем ту реальность, и мы правильно на это реагируем. Друзья, я хочу, чтобы мы увидели очень важное, что говорит здесь апостол Петр. Я еще раз напомню, он пишет это послание при самом нечестивом императоре, которого вы можете представить. Вы думаете, там, Хилари, да, или кто-то сего бодня, кандидат, который вообще нечестивый будет. Друзья, по сравнению с Нейроном, Хилари отдыхает, если можно так сказать. И все остальные власти, они просто на фоне Нейрона, они не так плохо смотрятся, которые сегодня кандидаты. Но мы должны помнить, что даже при такой власти Петр, он не говорит, чтобы пойдите и соберите братьев, сделайте самые большие плакаты и создайте революцию в политическом мире, для того, чтобы свергнуть Нейрона с его властью. Он не говорит об этом. Он говорит, признайте реальность, это то, что на данное время есть президент, и вам нужно учиться жить в соответствии с этой властью и правильно на него реагировать. Он говорит, повинуйтесь и относитесь уважительно к людям, которые у власти, даже таким, как Нейрон, как это может нам очень странно показаться. Почему он это делает? Потому что наша задача не бунтовать, а влиять на общество. Ваша задача проводить, он говорит, красивую и добродетельную жизнь. Братья и сестры, если вы внимательно проанализируете историю, вы увидите, что никогда в истории не было случая, когда церковь вмешивалась в политику, и через это тысячи людей каялись и приходили ко Христу. Наоборот, есть всегда ситуации, история, которая показывает, что когда церковь начинается вмешиваться в все эти грязные вещи, а вы понимаете, да, или мы все понимаем, что политика – это всегда грязь, это очень неприятное общество, все там дела, которые делаются, так вот, церковь всегда начинает пачкаться всем этим. И она берет на себя мирские цели и мирские методы решения вопросов. Когда апостол Павел пишет Тимофею, посмотрите, он говорит им такие слова, 1 Тимофею, 2 глава. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Друзья, Павел ясно понимает свою миссию на этой земле. Если вы хотите улучшить вообще жизнь, максимально, что вы можете сделать, это молиться. Молиться Богу, чтобы Бог дал спасение и возрождение в сердца этих людей. И при этом, пока вы это делаете, живите, как он говорит здесь, проводите жизнь тихую, безмятежную и во всяком благочестии и чистоте. Мы с вами знаем историю Христа, когда он был на этой земле, и все мы понимаем, что кто-кто, но Христос уже мог свергнуть римскую власть очень легко. Кстати, причина, почему его отверг Израиль, потому что они надеялись, что он, придя, сейчас совершит революцию в политике, и он свергнет римскую власть. Но Христос этого не делает. Он стоит перед римской властью, и он признает ее как власть, определенную власть. И он говорит, что у тебя об этой власти бы не было, если бы тебе недавно было этого свыше. То есть он понимает, что у Пилата была какая-то определенная власть, он не был выше Бога, но у него был какой-то статус. И мы знаем, что Христос мог созвать, он говорит, 12 легионов ангелов, чтобы все это просто развалить, разрушить, но он этого не делает. Друзья, вместо этого он просто совершает ту цель, для которой он пришел на эту землю. Он жил порядочной жизнью, мы видим, он платит налоги даже римской коррумпированной власти. Он жил порядочно, и во время Христа, друзья, было очень много, поверьте, что можно было изменить в социальном мире, в социальном положении. Но у Христа были абсолютно другие цели. Дорогие друзья, это то, что Петр говорит нам здесь. Во время гонений, во время неконтролируемого зла, Петр говорит, что его читателям «отнажитесь с уважением к вашему правительству, не нужно подчиняться вопросам, которые являются явным грехом, это естественно, но во всем остальном будьте покорны человеческому начальству». Я хочу посмотреть очень быстро на один из примеров, как сам Петр относился к определенной власти. Это была не государственная власть, это была власть в Синедрионе. Посмотрите, в Деянии, в 4 главе, в 17 стихе, он говорит, здесь мы читаем такие слова, «но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запрети им, чтобы не говорили об имени всем никому из людей». Это говорят в Синедрионе начальники по отношению Петра и Иоанна. «И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что не видели и не слышали». Друзья, вы заметите, у Петра есть очень твердое убеждение, то есть этот человек действительно имеет веру в Бога, он знает, во что он верит, он очень твердо стоит на этих убеждениях, он понимает, что Бог является высшей авторитетом, чем эти люди, но посмотрите, как он мягко, с уважением, спокойно здесь говорит, он не бунтует, не кричит, не обзывает их, он говорит, рассудите сами. Здесь ничего личного, nothing personal, просто я готов вам подчиниться, может быть, какой-то власти, но в данном случае я не могу это сделать, потому что ваша власть тогда будет преизобиловать Божью власть, а нужно повиноваться Богу, нежели человеком. Мы не бунтари, мы не революционеры, здесь ничего личного, мы просто уповаем на авторитет Писания, и здесь мы вам подчиниться не можем. Друзья, заметьте, еще Иисуса Христа, если вы внимаете, это поражает просто, как Христос себя ведет перед Пилатом, насколько он спокойно просто отвечает. Он не пытается там с верностью власти, он просто знает, во что он верит, у него есть убеждения, и он это спокойно делает. 1 Петра 2,17 «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, и так отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь». Друзья, вот это правильное отношение к государственной власти. Мы уважаем государственную власть не потому, что у них характер хороший, не потому, что ее есть за что уважать, а мы просто уважаем статус, который они имеют, Богом поставленное. И мы правильно относимся даже в моментах, когда нам нужно с чем-то с ней не согласиться. Третье, о чем я хочу поговорить, это тоже очень важно, это мотивация для повиновения верховной власти или государственной власти. когда мы говорим о таком повиновении, вот то, что я сейчас нам представил, каждый из нас понимает, я думаю, это всем понятно, что в основном это неприемлемо для грешника. В основном это неприемлемо тогда, когда проявлять уважение к власти, которая все делает неправильно, которую просто не за что почитать. И вы знаете, по-человечески естественная реакция это просто, как я уже говорил, ей противиться, это бунтовать, это добиваться справедливости, отстаивать свою точку зрения. Это понятно, друзья, потому что повиновение в общем идет против нашей греховной природы, и Петр это глубоко здесь понимает. Вот почему он не только говорит повинуйтесь, он нам дает очень хорошую, очень сильную мотивацию, как для христиан. И если вы настоящий христианин, любящий Бога, эта мотивация должна для вас быть достаточно, она должна для вас сработать. Посмотрите, самое первое, он говорит, делать это просто ради угождения Богу, хотя бы ради того, чтобы угодить Богу. В 13 стихе он говорит, «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству ради Господа». Или здесь у нас написано «для Господа», по-английски видите «for the Lord's sake» или «ради Господа». Я думаю, вам приходилось сталкиваться с ситуациями в вашей жизни, когда вас просили что-то сделать, и вы очень не хотели это делать. Вам просто это было или неинтересно, или у вас на это время не было, ну просто у вас не хотелось это делать. И тогда этот человек говорит вам, «Ну, ради меня хотя бы это сделай». Ну вот, если ты меня любишь, если ты меня уважаешь, ну вот, ради меня хотя бы это сделай. И тогда мы действительно смотрим, ну да, ну я же его так люблю, и мы говорили, ну окей, ради тебя сделаю, вот, чтобы просто угодить тебе. Друзья, вот что-то подобное мы видим здесь. Есть вещи в нашей христианской жизни, которые мы делаем просто потому, что мы хотим быть послушными Иисусу Христу. Как я уже говорил, есть вопросы такие мелочные, как спид-лимита, как на дорогах, когда мы едем, мы понимаем, что, слушай, ну я хотел бы поднажать бы здесь, но вот мы берем и говорим, вот эта фраза, пускай она звучит у нас в разуме, а Бог говорит, ну вот ради меня, вот просто для меня, чтобы имя мое не порицалось, чтобы у христиан сохранять правильную репутацию в обществе как покорных людей. Вот возьми и поедь сейчас по спид-лимиту. И мы думаем, окей, Господи, ну окей, ради тебя, чтобы тебе угодить. Друзья, вот почему повиновение властям возможно только христианину. И христианину, не просто христианину, а который во всем остальном стремится угождать Христу. Поверьте, что если для вас Христос не является господином в каждой сфере вашей жизни, и если каждый день вы не подчиняете Ему все остальное, вот в следующий раз, когда вы будете превышать скорость, и у вас этот будет голос совести, Володь, притормозите чуть-чуть, ради Бога, ради угождения Ему. Друзья, вот если вы во всем остальном не угождаете Христу, для вас будет расплюнуть, просто не послушаться Бога здесь. Почему? Потому что, ну, вы думаете, ну, греха больше, греха меньше, какая разница? Я и там не послушан, я и там не послушан. То есть это недостаточно для вас мотивации. Но посмотрите, как живет здоровый, развивающийся, зрелый христианин. Апостол Петр говорит во 2 Коринфянам 5.9, «И потому ревностно стараемся во дворя, если выходя, ли быть Ему угодными». Друзья, вот не каждый имеет такой менталитет, что я решаю вопросы, я все время спрашиваю, а что Богу угодно здесь? А вот как бы Господь хотел, чтобы я здесь отреагировал? Как бы Господь сейчас хотел, чтобы я здесь поступил? Так вот апостол Павел говорит, что мы хотим всегда быть Ему угодными. И мы ищем того, что угодно Богу. Братья и сестры, вот только такой человек, только на такого человека, вот эта вот фраза «ради Господа», она сможет влиять. Пока это не станет вашей жизнью, это не будет достаточно мотивации для вас. Вы знаете, в Библии мы находим несколько примеров того, как любящие Бога делали те или иные вещи просто ради послушания Христу. Один такой пример, это в третьем послании Иоанна, там одна глава, шестой и седьмой стих. Мы читаем такие слова. «Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви, и ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников». Если вы помните историю третьего послания Иоанна, Иоанн пишет некому Гаию, который отличался тем, что он проявлял гостеприимство странникам и христианам. Вот, и посмотрите, как Иоанн говорит, что это все должно делать ради Бога, ради послушания Ему. Может быть, это для него будет неудобство, может быть, для него это будет стоить время, но он говорит, вот ради Божьего Царства, ради того, чтобы Бог прославился, сделай это. Друзья, и этими словами Иоанн здесь ясно понимает, он знал, кому он пишет, и он знал, что для Гаия это будет достаточно мотивации. Если бы это было недостаточно мотивации, он бы ему написал, прими этого человека, а то приду и накажу, отлучу от церкви, взыскание этого я какое-то сделаю. Но он понимает, что его не нужно пугать всеми этими человеческими методами, потому что для него достаточно ради Бога. И Гаи любил достаточно Христа, что он понимает, ну ради Бога окей, ради Бога я могу пойти на компромисс со своими человеческими интересами. Когда мы говорим, друзья, о правильном отношении к власти, когда мы говорим о правильной мотивации особенно, мы должны помнить, что в основном у неверующих людей какая самая главная мотивация? Это мотивация наказания, друзья. Это мотивация страха наказания. Для чего вообще власти придумали наказание? Почему сегодня, ну, может быть, в некоторых случаях это чтобы заработать денег на людях, но в основном для того, чтобы мотивировать людей, исполнять какие-то законы, они придумали страх наказания? Никому не хочется сегодня платить там 300 долларов за то, что они превышают скорость. Вот. И иногда этот страх наказания, он заставляет нас следить за нашей скоростью на дороге. Иногда этого достаточно, иногда этого недостаточно. Когда человек желает украсть что-то, когда он желает кому-то причинить зло, он понимает, у него есть страх наказания, то, что за это, может быть, ему будет грозить тюремное заключение, и поэтому он этого не делает. И опять же, друзья, иногда это работает, а иногда человек так сильно чего-то хочет, что он готов убивать, он готов воровать, зная, что за это он будет отбывать тюремный срок. Дорогие друзья, заберите сегодня все степени наказания, и я вас уверяю, что большинство людей потеряют всякую мотивацию исполнять закон, их больше ничего не будет держать, и, к сожалению, много христиан попадут под эту категорию людей. Но посмотрите, что Павел говорит в Римлянам в 13 главе, второй стих, «Посему противящийся власти противится Божьей установлению, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро, если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое, и потому надо наповиноваться не только из страха наказания, но и по совести для сего вы и подать и платите, ибо они Божьи служители». Дорогие друзья, в библейском отношении к власти христианин должен соблюдать закон не потому, что просто он боится наказания. И тогда, когда каповских везде нету, тогда я еду определенным образом, только я видел полицейского, я сразу меняю то, как я езжу. Братья и сестры, это абсолютно противоречит тому, что говорит здесь апостол Павел. Он говорит, что у каждого христианина каповский вот здесь, в совести или здесь, в сердце, в совести. Я всегда знаю, что здесь Господь, Он видит, Он знает, я ради Него повинуюсь этой власти. Друзья, это первая мотивация, делайте это ради Господа. Второе, это свидетельство для неверующих людей. Это вторая причина, которая должна мотивировать нас правильно относиться к власти. Посмотрите, он говорит в 15 стихе, «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Вы знаете, есть разного рода невежды. Вот здесь он говорит, что неверующие люди, у них есть невежество, и он их называет здесь безумными. Знаете, есть невежды, или вообще, если мы смотрим на греческий язык, он очень богатый. Вот у нас в русском языке есть меньше слов, которые мы можем express yourself, express, или выразить себя. И мы сегодня говорим о невежестве, так в русском языке есть два разных слова. Есть невежество, которое человек просто не знает что-то, и он это не знает не по своей вине. Например, если человек вырастает где-то в селе, или в каком-то обществе, отделенном от города, и он не получил образование, и он просто необразованный человек, это не его вина. И его можно назвать невежда, но это не будет так унизительно. То есть это просто человек, который не знает каких-то там факторов. Но есть другой тип невежды, и в греческом языке есть отдельное для этого слово. И это невежды, которые не знают что-то не потому, что оно им недоступно, а потому, что они не хотят это знать. И они выбирают оставаться невеждами. Истина находится рядом с ними, но они отвергают ее, они попирают ее, они даже не хотят, они затыкают уши, когда им говорится истина. Вот это, друзья, то невежество, о котором здесь говорит апостол Петр. И он говорит, почему он называет этих людей безумными, не потому, что у них ума нет, не потому, что они не умные. Мы уже говорили с вами, что есть философы, есть профессора, есть докторы наук, у них глубочайший разум, это очень крайне умные люди. Но Писание называет их безумными, потому, что они делают выводы, они делают решения в жизни, которые абсолютно противоречат здравому смыслу. Ничто не может быть глупее, чем человек находится рядом с истиной, и вот ему предлагаются, и он это отвергает. Сознательно не хочет это знать. Так вот, друзья, апостол Петр здесь ясно говорит, что единственное, что может как-то поменять мышление этих людей, у них есть уже presupposed, у них есть определенные предпосылки по отношению к христианам, к Библии, к Богу. Так вот, он говорит, поменяйте эти предпосылки вашим поведением, вашей жизнью, делая добро. Посмотрите, он говорит здесь в контексте, что это добро, когда мы повинуемся властям, когда мы работаем вместе с ними для поощрения делающих добро и для наказания зла. Это единственная вещь для некоторых людей, которая может просветить их глаза. Это мотивация для повиновения государственной власти, это угождение Богу и влияние на неверующих людей. И последнее, что Петр здесь нам говорит, посмотрите, он говорит об основании для повиновения государственной власти. Шестнадцатый стих. Шестнадцатый стих написано, как свободное, не как употребляющее свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Если вы внимательно читаете этот стих, то кто-то здесь может найти видимое противоречие. Посмотрите, он говорит, что вы свободны, он начинает этот стих словами «вы свободны», а заканчивает его, он говорит, «вы рабы Божьи». И любой человек, у которого нету библейского мировоззрения, он смотрит и говорит, подожди, так я свободный или я раб? Потому что вроде как здесь Петр, он противоречит самому себе. Друзья, на самом деле, если мы с вами читаем Писание, и мы видим, что человек, ни один человек на этой земле не свободен в абсолютном смысле. Нет ни одного человека, который был бы абсолютно независим, который был бы самодостаточен. Человек не может существовать просто сам по себе и не зависеть ни от чего, потому что только Бог по-настоящему свободен. Например, каждый человек зависит от воздуха, которым он дышит. Даже самые крутые люди на этой земле, которые говорят, что они ни перед кем не преклонятся, они никому не подчинятся, перекройте у них нос, и они задыхнутся, и им нужно будет преклониться перед природой, которая заставит их дышать. Обычно, что люди подразумевают под словом «свободен», когда они применяют его к себе, они говорят, что это имеется в виду, что я свободен делать то, что я хочу, я свободен делать то, что мне приходит на разум, то есть я не связан, никто не ставит пистолет к моей голове, заставляя меня что-то делать. Друзья, если вы посмотрите внимательно, Писание это тоже называет рабство. Это рабство похоти и рабство удовольствия, в которых каждый человек находится до момента возрождения. Человек тоже не владеет собой, им что-то движет. То есть нет такого понимания, как абсолютно свободный человек, он обязательно, есть внешние факторы, которых он зависит. Когда Писание говорит, что мы свободные, друзья, речь идет о том, что мы освободились от греха, и мы освободились от рабства, в котором находятся неверующие люди, и эта свобода дала нам теперь возможность стать рабами Бога. Посмотрите на Римлянам 6 глава, вся эта глава говорит об этой идее. Вот 17-18 стих Павел говорит, благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Вот Павел здесь говорит то же самое, что и Петр. Он говорит, вы свободные, но вот эта свобода теперь должна вам дать возможность стать рабом Христа, рабом Божьим. Причина, почему Петр говорит, что в самом основании библейского отношения к власти лежит вот эта свобода, это потому, что если человек все еще раб греха, вот эта свобода, друзья, ему практически невозможно будет жить тем, о чем мы говорим сегодня. Потому что часть греховной природы, часть рабства греха, это постоянная претензия на самозначность. Это претензия на то, что я чего-то стою, со мной должны считаться и кто такие власти, чтобы указывать, как мне жить. Именно из этой предпосылки исходят и все бунты, и вся революция. Друзья, это мы видим постоянно. Сегодня даже в самых крутых обществах повиновение это знак не силы, это знак слабости, это знак унижения. Некоторые особо крутые даже наколки себе делают на коленях и там написано «это колено не преклонится ни перед кем». Друзья, ну это абсолютно абсурдно, потому что этот человек даже не подразумевает, что вот даже сама эта наколка это уже свидетельство глубочайшего рабства, глубочайшего рабства гордости, поиска самозначимости в этом мире, утверждение себя. Это самое настоящее рабство. Когда человек ищет признание и уважение от людей и постоянно лезет из кожи вон для того, чтобы его признали люди. И тогда, когда это не происходит, у человека депрессия. Только его где-то не признали, где-то кто-то с ним не посчитался, у него уже гнев, люди могут очень таким человеком очень легко манипулировать, управлять, контролировать, у него сразу теряется мир внутри. Друзья, это приводит человека в состояние самого настоящего человекоугодничества. И это величайшее, это глубочайшее рабство. И вот почему Петр говорит, вы свободны от этого всего. Евангелие Иисуса Христа вас от этого всего освободило. Дорогие друзья, наша значимость в Иисусе Христе. Бог освободил нас от необходимости утверждать свое «я» на этой земле. И мы преклонились пред Ним, мы Его признали своим владыкой, мы стали Его рабами. И именно поэтому каждый из нас сегодня имеет, друзья, очень твердое основание для повиновения Богом поставленной власти на этой земле, Богом поставленным авторитетом, потому что мы свободны от того, чтобы отстаивать свою позицию, чтобы доказывать кому-то что-то. Мы себе больше не принадлежим. Дорогие друзья, на мир оказывать влияние могут только свободные люди. Только свободные. Свободные от похоти, от корости, от лукавства, от самозначимости, от человекоугодничества. Некоторые люди абсолютно далеки от понимания библейско-христианской свободы. И вот почему они, посмотрите еще раз со мной на этот стих, на 16 стих, вот почему они делают то, что Петр говорит здесь. Посмотрите, они говорят, Господь меня освободил, я свободный человек, я никому не подвластен, поэтому что хочу, то и делаю, исполняю свои желания. Посмотрите, именно об этом Петр говорит. Он говорит, мы освободились, и он говорит, только бы ваша свобода, или как свободная, не как употребляющая свободу для прикрытия зла. То есть, есть состояние человека, который может злоупотреблять или вообще неправильно понимать христианскую свободу и использовать эту свободу для прикрытия зла. Но он говорит, в вашем случае вы свободны для того, чтобы стать рабами Богу. Дорогие друзья, вот почему в истории есть так много людей, которых лишали физической свободы, которых отсылали в тюрьмы, и эти люди и там продолжали влиять. Я уже говорил, вот почему, когда людей сжигали на кострах, их палачи становились рядом с ними. Потому что у них можно забрать физическую свободу, но внутреннюю свободу, независимостью от людей, у них никто не может забрать. И поэтому они продолжали влиять там, даже в тюрьмах, где они находились. Друзья, очень важно подметить, пообщайтесь с братьями, которые прошли христианские, не христианские, а лагеря за веру в Бога, и они вам скажут, что не каждый христианин, который попадал в тюрьму, мог там влиять. У разных людей есть разные свидетельства, но влияли только те, которые были по-настоящему свободны, той свободой, о которой говорит здесь апостол Петр. Вот что означают эти слова, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Дорогие друзья, четыре аспекта библейского повиновения или библейского отношения к государственной власти. Я молюсь, чтобы каждый из нас сегодня мог это увидеть. Не в моих словах, я никакого не имею авторитета, чтобы учить или утверждать что-то. Я хочу, чтобы каждый из нас мог это увидеть сегодня в том тексте, который мы прочитали. Это Божье слово, друзья, и пускай это Божье слово, оно руководит нами каждый день. Я хочу, чтобы мы сейчас могли помолиться, чтобы мы могли это сделать в группах, как мы это обычно делаем. И пускай через исполнение нашего предназначения на этой земле Бог прославится. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Продолжение следует... 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 оно истинный светильник нашей ноге, свет нашей стезе, Господь, оно освещает нам, как нам жить на этой земле. И сегодня Ты учил меня и каждого из нас о том, как нам жить, или что Ты хочешь от нас, что Ты желаешь видеть в нас, не просто как в члене церкви, или как в отце, или матери, или жене, мужа, Господи, но именно как в гражданине государства, в котором мы живем, в котором мы вращаемся. Господи, я верю, что это очень важная сфера, о которой мы очень мало думаем, Господь, но помоги, чтобы мы увидели сегодня о том, что Твое Слово немало об этом говорит. И Ты проповедуешь или учишь церковь Твою, даже при самых нечестивых, несправедливых правителях, все равно Ты говоришь, царя чтите, повинуйтесь высшим властям, Господь, я молю Тебя, чтобы Ты научил нас это делать. У нас сегодня у власти далеко не нейрон, у нас сегодня много разумных людей, которые поощряют действительно добро, которые наказывают зло. Господи, помоги нам повиноваться вот таким властям. Господи, и там, где нам нужно где-то не согласиться даже с ними, где нам нужно указать на грех, который легализуется, Господи, помоги нам это правильно делать. делать, Господи, с правильным духом, с правильным настроением, Господи, с правильным состоянием сердца. Чтобы наша репутация как христиан была действительно на людей, которые тихие, безмятежные, которые проводят благочестивую и чистую жизнь на этой земле. Господи, чтобы у нас была репутация добродетельной жизни, чтобы люди, видя нас, они видели Твою благость, Твою благодать, которая изменяет сердца, которая освобождает от поисков самозначимости, самоутверждения. Гордости, признания от людей и так далее. Господи, благослови нас на это, каждого, Господи, особенно меня. Слава Тебя будет за все. Аминь. Слава Тебя будет за все. Слава Тебя будет за все. Слава Тебя будет за все. На горе Его распятия Он источник нам открыл, что болезни и проклятия Он с детей Своих облил. В честь Его любовь забудет навсегда просмертия, и в восторге вечно будет и вас Божью воспитать. Благодать, любовь и милость, Божья божная река, из источника я милость на голдов Ему креста. Царь Вселенная, Искупитель, умирал за нас с Тобой. Там была любовь и милость, где пролита Божья кровь. Царь Вселенная, Искупитель, умирал за нас с Тобой. Там была любовь и милость, где пролита Божья кровь. Царь Вселенная, Искупитель, умирал за нас с Тобой. Повинуйтесь всякому человеческому начальству. Повинуйтесь. И поэтому пускай Господь нас благословит на это. Знаете, люди иногда спрашивают, как мы можем влиять на власть. Я скажу, что верующим человекам, верующим людям дано право и возможность влиять на власть. Это первое, молиться за эту власть. Как мы слышали, и так прежде всего прошу совершать молитвы. И второе, это повиноваться этой власти, провождать добродетельную жизнь. Вот эти две вещи, если мы будем делать, мы будем влиять. Пускай Господь благословит на это. Я скажу, что у нас во вторник будет молитва, у нас есть повод для молитвы. Мы не так часто молимся за властей. У нас будет повод как раз помолиться еще раз о властях, которые существуют, и о том, чтобы Бог благословил и устраивал все дальше. Последнее хочу напомнить, что ныне день спасения и лето благоприятное. Ныне еще. Мы не знаем, будет ли это завтра, но сегодня, пока у тебя есть сознание греховности в твоей жизни, человек, если ты еще не примирился с Богом, с самым главным правителем, самой верховной властью, у тебя есть эта возможность. И поэтому ты можешь это сделать сейчас, ты можешь это сделать после собрания, подойдя к кому-то из братьевых и служителей, чтобы вместе помолиться. Будем молиться. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что даешь нам, Господь, эту возможность учиться от Тебя. Даже, кажется, самым простым вещам. Мы знаем, Господь, что это Твое Слово, это Твоя воля, это Твое учение, когда Ты учишь нас, как правильно относиться к государственной власти. Богослови нас идти и поступать так же. Богослови нашу церковь. Богослови все церкви, которые есть в этом городе. Которые есть в этом штате, которые есть в этом государстве. Мы молим Тебя, Господь, чтобы они проводили добродетельную жизнь, чтобы они повиновались и Тебе, и как Ты учишь повиноваться всякой государственной власти для Твоей же славы. Ради Тебя пусть это будет. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Итак, приветствуем друг друга. Собрание закончено. Отечество Продолжение следует...